Всем привет. А это Константин Анисимов. Костя, привет. Привет. У нас фотообои поменялись сзади слегка. Я сегодня как гемоэксперт выступаю. Гемо камнелок. Как камнелок. Мы как-то раз записывали у нас, возможно, кто-нибудь видел на канале несколько видеороликов по поводу драгоценных камней в истории. Какие они бывают, что с ними там делают, зачем они, в ценность, и какие особенности в историческом процессе они отражают. Причём именно так, какие особенности в историческом процессе они отражают. Собственно, мы как-то с Константином, когда у нас другие были фотообои, красивые такие, спальмовые, может, вы помните, а не такие вот, как сейчас, мы записывали про драгоценное украшенное гранатами оружие времён Великого Переселения Народов чуть раньше, чуть позже и непосредственно во время, сосредоточившись в первую очередь на гранатах, как средстве украшения оружия. Потому, что до этого другие люди сосредоточились на гранатах для украшения оружия. Настолько много, как гранаты, ничем не украшали, ни до, ни после. Никогда. Вот об этом-то мы, собственно, и поговорим сегодня. Конкретно теперь не про оружие, а вообще про драгоценные камни в материальной культуре. Да, конечно, в первую очередь про гранаты, потому что мы опять будем говорить про Лиме с Великой Римской империи, народы, которые с ним, с этим Лимесом, так или иначе, контактировали, проникали за него, что они выносили из Рима, что привносили в Рим, что римляне, они страшно любили что-нибудь украсть в смысле идеи, что римляне украли и чем поделились с окружающими. Константин, как у нас, камневед. Нет, послушаю, если будет что-то дополнить, да, я дополню. Просто сначала я хотел прямо спросить, потому что как-то раз мы уже об этом говорили, но это, возможно, было давно и, возможно, это видео никто не видел из тех, кто сейчас к нам придет на канал. Просто напомни, что такое гранаты вообще, потому что гранаты, все представляют себе, что это такой просто красный камень. Даже не красный, а бурый. Вот сейчас ты очень сложно сказал, потому что я, как обычный гражданин, который про камни знает только то, что они есть, ну, по крайней мере, знал, для меня гранат всегда был строго красный, и у меня был всегда вопрос, а почему он не Рубин, ну и наоборот, потому что Рубин тоже только красный. Смотри, я что предлагаю, мы сейчас, я тебе начинаю рассказывать, мы запускаем, значит, вот все картиночки, которые вы сейчас увидите за все это время, это все гранаты. Да. Значит, гранат, на самом деле, общемировая общественность, в смысле, мировая общественность поделила все камни, зачем-то отсортировали на две части драгоценные и полудрагоценные. Они же поделочные, правильно? Нет, есть еще поделочные, всякие яшма, там самшиты какие-то и что-то такое. Малахиты. Да. Это мы вообще про них пока не говорим. То есть, мы говорим именно про драгоценные и полудрагоценные камни, причем тут у нас появилась одна проблемка, потому что в разных странах этот список разный. То есть, все поделили по-разному. Да. И многие люди прямо четко у себя в голове разграничают, что вот есть драгоценные камни, например, в России это бриллиант или алмаз, это еще не ограненный бриллиант, рубин, сафир, изумруд и александрит. В других странах в основном александрит – это не драгоценный, но зато шпинель драгоценный, то есть поменялись. И вот у людей у многих такой шаблон, своеобразный или заблуждение в голове, что если камень не драгоценный, а полудрагоценный, он ничего не стоит, 5 долларов, он некрасивый, неинтересный. И мне даже недавно кто-то написал, что откуда у вас сертификаты на гранат – это же не драгоценный камень, и их не сертифицируют вообще в лаборатории. Ишь ты. Вот, то есть, много заблуждений на эту тему, и по поводу цены тоже. Часто, когда видят, что турмалин или гранат или шпинель стоят много тысяч долларов, говорят, вы что охренели, это же полудрагоценный камень, вы что нолик, что ли, переписали, или два нолика. Вот вам, пожалуйста, ребята, пример. Значит, все, что вы сейчас видели до этого – это все гранаты, то есть они не только буро-красно-вишнево-темные, они есть самых разных цветов – рыжие, фиолетовые, самые дорогие на данный момент, которые я держал в руке и продавал – это зеленые. Зеленый гранат может стоить 70-150 тысяч долларов. Запросто. Раньше самый дорогой, который я видел, был 70, сейчас уже я за лето успел подержать в руках за 150 тысяч долларов гранат. Зеленые почему? Они наиболее редкие, а есть еще дороже, но они полумифические. На Мадагаскаре копают голубоватые гранаты, я не видел никогда. Видел пару фоточек, слышал про них, но в руках не держал, вот собираюсь в ближайшее время на Мадагаскар, ну ближайшие полгода полететь, и там надеюсь увидеть, снять, показать. Так вот, откуда у нас сложилось мнение, очень коротко расскажу, что гранат – это бурый, некрасивый, дешевый камень, потому что в Советский Союз доезжали гранаты исключительно только из Чехии, а там они такие, вот и все. Плюс их очень быстро и много начали подделывать. На самом деле гранаты водятся и в Африке, и на Шиванке, и на Мадагаскаре, и в Бирме, и в Таиланде, и в Вьетнаме есть супер-мега-яркие цвета, офигенные, они стоят десятки тысяч долларов, выглядят очень красиво, и, в принципе, никакого лимита по цене нет, бывает, гранат в сто раз круче выглядит рубина, в плане, что он более красный, более яркий, а рубин рядом вообще какой-то мутненький. Почему рубин стоит дороже на данный момент? Это намного, чем гранат, потому что гранаты пока добывают в довольно больших количествах, т.е. цена здесь зависит только от редкости. И вот ещё, если мы говорим про полудрагоценные камни, вот вам, пожалуйста, картинка турмалин-параиба, в нём содержится много меди, и она даёт такой сине-зелёный цвет, плюс неоновый эффект. Вот такой камень может стоить от 10 тысяч долларов, если он мутненький, бледненький, маленький, до полмиллиона долларов, запросто это турмалин, т.е. по всем справочникам это полудрагоценный камень. В смысле, вообще по всем справочникам или только по... Вообще везде, он ни в одной стране мира не признан драгоценным, он везде полудрагоценный, но, тем не менее, вот полмиллиона долларов запросто он может потянуть, вот который вы сейчас видите на видео, он стоит почти 100 тысяч долларов. Неплохо. Да, турмалин, пожалуйста. Рядом можно положить бриллиант какой-нибудь, ну, конечно, не такого размера, маленький, он будет стоить в 10 раз дешевле. Вот, поэтому полудрагоценный-драгоценный – это понятие, которое ни на цену, ни на качество, ни на яркость, ни на сертификацию никак не влияет, это условность, ничего более. Совершенно. Вот, собственно, немножко про гранаты. Ну, если мы говорим про гранаты, то вот в ту эпоху, которую мы сейчас обсудим, а именно это 3-6 век нашей эры, собственно, когда были даны, наверное, самые красивые примеры массового употребления гранатов для украшения чего угодно, вот там вопрос... Даже ложечки были с гранатами. Даже чашечки были с гранатами, и блюдца были с гранатами, всё что угодно. И, конечно, под них подделывали. Сразу же, тут же, в огромном количестве. Вот там вопрос, драгоценный это камень или недрагоценный, вообще не стоял. Это был однозначно совершенно драгоценный камень. Про него и писали, как про драгоценный камень. Ну, и из контекста точно совершенно понятно, что если захоронение, в котором спрятано украшение на 100 кг золота, это точно совершенно какой-нибудь вождь, князь, или типа того, т.е. человек, который себе какую-то... То, что окружающий считает безделушкой, которая ничего не стоит, он в себя такое не вставит. И ходить с ним вокруг не будет. Естественно. Т.е. тут, опять же, вопросов никаких нет. И если мы говорим о Европе, а мы, в общем, в основном о ней, конечно, и будем говорить, то это Римская империя и народы, которые с ней непосредственно соседствуют, то гранат мог стоить просто невероятных денег. По той простой причине, что самые лучшие яркие гранаты, которые назывались Альмандин, добывались на Цейлоне. А от Цейлона до Рима, ну, вы понимаете, и сейчас-то не так-то, чтобы близко. А тогда пешком на кораблике на Ослике-то ещё дальше. И опасненько очень. Очень опасненько. Плюс это ещё, ко всему прочему, несколько раз перепродавалось. Не было такого, что купец Цейлона, например, в третьем веке нашей эры, взял куда-то, поехал, с камушком римскому императору. Приехал в Рим на площадь, разложил на тряпочки их на газетке. И давай продавай. И давай продавай. Нет, конечно. Более того, я тебе скажу, сейчас такого нет. Сейчас каждый камень, чтобы попасть в Цейлона со Шри-Ланки, я в этом году провёл пару месяцев в общей сложности, в Москву в виллерный магазин, он проходит как минимум 10 перекупщиков, это минимум вообще, а вообще лучше 20. И каждый что-нибудь себе накидывает. И качество, конечно, страдает, потому что каждый из перекупщиков уже выбирает не из всего, что добыто, а из того, что ему показали. Вот, смотри, пять штучек выбери, которые тебе нравятся, один. Вот, и всё. Поэтому эту ситуацию мы понимаем, потому что сейчас даже не каждый деревенский человек, который у себя на огороде нашёл гранаты и их начал добывать, решится полететь в Москву, или в Нью-Йорк, или в Лондон, а тогда-то... Возможности просто не было. Да. Так вот, Амиан Марцелин, мы об этом в прошлый раз говорили, возможно, вы помните, это такой знаменитый позднеримской империи деятель политики, истории, географии, он прямо описывал конкретно рынки камней на Ефрате, где их массово перепродавали, там такой хаб прям был... Это куда я мечтаю попасть, да, когда изобретут машину в Риме. Не на Ефрат, а на рынок камней, который описывал Амиан Марцелин. Да, и на Ефрат тоже не отхожу ещё, того времени. Да. Так вот, перекупщиков тогда, видимо, было ещё больше, чем сейчас, скорее всего, и понятно, что они до потребителя, например, в Риме доезжали уже немножко с другой стоимостью, чем были в момент добычи. Ну, учитывая, что добывали-то их рабов в основном, они на момент добычи вообще ничего не стоили, в смысле вложенного труда. Рабский труд только... Это еда и всё. Но тем не менее... Еда и амортизация кнутов. Да. Между Римом и Цейлоном лежат некие земли, где находилась сначала Парфянская, потом Персидская империя династии шассанидов. И все они с Римом, как мы понимаем, были в очень паршивых отношениях. То есть, парфяне с римлянами воевали вообще безостановочно, буквально с момента того времени, когда они вошли в силу. Это, собственно, то, что остановило вообще расширение Римской империи на восток. Вот они дошли до парфянских границ. И дальше римляне продвигались на 200 км вглубь, потом парфяне их громили и продвигались на 200 км обратно. Потом завоёвывали у Римлян 200 км. Ну, этот маятник качался до тех пор, пока парфянское царство не было полностью сокрушено. Кем? Персами из династий сассанидов. Персидская держава возродилась, и она сразу что стала делать? Воевать с Римом. И очень надолго сплошной поток поступления гранатов в Римскую империю и окружающие страны прекратился. То есть, парфяне и персы просто перестали пускать поток драгоценных камней в Рим. В силу того, что зачем вам? Ну да. Там вообще были огромные проблемы, и римляне уже с первого-второго века отчаянно искали... Нашей эры. Истасковались по гранатам. Отчаянно искали... Ну, это, конечно... Просто индивиджище. Шёлково, гранатово, слоново-костёвый и специй путь. Да. Они искали обходные пути, и они начали плавать через Красное море активнейшим образом. После завоевания Египта они стали пытаться плавать через Красное море, и, в общем, путь они, собственно, римляне наладили через Красное море. Вот в VI веке такой был знаменитый византийский. Ну, т.е. Понятно, это мы сейчас говорим. Византия для людей того времени это был, строго говоря, римлянин. Он так себя, конечно же, и называл. Ромей. Кузьма-Индикоплов. Который плавал в Индию. Т.е. Он на Цейлоне был непосредственно. Вот Кузьма-Индикоплов... Т.е. У них в Красном море был свой флот, который плавал туда-сюда, а тут у них был другой свой флот в Средиземном море. А зачем? Там был канал фараонов, можно было проехать. А он уже был тогда? Он уже был тогда. Это то, что мы называем советским каналом? Нет. Нет. Канал фараонов – это другое совершенно. Это советский канал, то, что прокопано прямо через перешеек вот тот самый, а там была от Нила в Красное море такая канавка прокопана, через которую могла галера пройти. Я не знал. Вот она была. Круто. Ее даже сейчас в принципе можно следы археологически отыскать, этого канала фараонов. Он, собственно, после гибели Римской империи тоже погиб. Ну естественно. Через некоторое время, если его не поддерживать – сначала его фараоны поддерживали, потом его римляне поддерживали. Вот была возможность доехать из Средиземного моря в Красное море. Но пока там были египтяне – династия Птолемеев, последняя династия египетских фараонов, которые были, строго говоря, конечно, уже эллины – это диадохи Александра Македонского. Они сами куда нужно ездили. И никого не пускали. Только за деньги. Не обрадуешься. Или лучше чего нам надо, скажите, мы с гоняем купим, вам привезем. Я бы так делал. Ну так обычно и делали. А когда вдруг оказалось, что Клеопатра, Филопатр сначала в I веке до н.э., уже к концу I века до н.э. подружилась с Гаем Юлием нашим Цезарем, и от него ребеночка родила. Потом она подружилась с Марком Антонием после смерти Гая Юлия Цезаря, а потом она не смогла подружиться почему-то совсем с Гаем Октавианом Августом. И он Египет-то, в общем, сделал провинцией. Может, она уже была устаревшей моделью немного? Ну, как-то, в общем, совсем не получилось у них. А может, он был того? Не, он был не того. У него была жена Ливия и детей куча в итоге. Да и говорят, не только одна это Ливия у него была. Правда, конечно, про Гая Октавиана рассказывают, что его это самая Гай Юлия Цезарь того накануне. Это не считается. В детстве. Но это строго слухи. Они не имеют никакого подтверждения. Это там газета «Спид-инфо» того времени и «Комсомольская правда» писала в лице Гая Свитония Транквилла, который написал в жизни 12-ти цезарей, припаскудную, где собрал все мерзкие слухи, которые можно было собрать. Да. Так вот. Захватили Египет, превратили его в провинцию римскую. И раз, и всё. И уже можно самостоятельно кататься. Аравийский полуостров, напротив. Там, конечно, чудовищное количество арабов. Они, прямо скажем, бывали очень сильно всякие. В том числе и прямо пираты, которые мешали. Но римляне что? Они с частью арабов дружили. Часть просто нанимали себе на службу. И, в общем, так или иначе наладили. Дорожку стали снова получать гранаты. Но это было всё очень сильно не сразу. Прямо скажем. Очень сильно не сразу. И римские украшения вообще, они были всегда очень скромные. То есть, даже если нам кажется, что они прям... Это что-то такое прям очень яркое, прям невероятно яркое, крутое. То, конечно, нужно сразу сделать скидку на то, что как только мы сравним римские украшения с варварскими украшениями, мы сразу поймём, что всё-таки... Мы сразу поймём, что такое скромность. Да. Что такое цивилизованность и скромность. Потому, что варварские украшения выглядели, конечно, несколько иначе. Причём, когда мы сейчас говорим про гранаты, есть такой термин, который я уверен, что многие из вас слышали, кто хоть чуть-чуть интересовался историей археологии, как полихромный стиль или шире полихромно-гунский, точнее, не шире, а уже, полихромно-гунский стиль. Вот, конечно, это не совсем правильно. Ну, это не совсем правильное название. Потому, что вот все эти украшения, как правило, это золото с красным. То есть, золотое поле, красное... И что-то красное. Это гранат, чаще всего. Ну, или не чаще всего, а по крайней мере, как хотелось бы. Потому, что гранаты, конечно, могли позволить себе не все. И заменяли его чем? Ну, перегорочатой или любой другой эмалью. Да. А это совсем другого типа работа. Она и дешевле, хотя, конечно, там тоже огромные сложности, но тем не менее. Эмаль, красная эмаль, да и не только красная, вот она в качестве замены гранатам активно употреблялась. То есть, полихромный – это имеется в виду многоцветный. Да. А тут мы видим два цвета в основном. То есть, он не может назваться полихромным. Это монохромный стиль. То есть, черно-белый – это тоже монохромная гамма считается. А тут красная, желтая получается. Вот так вот. Причем золото могло быть... Это могло быть просто позолото. То есть, медь или бронза, или латунь реже позолоченная. Могла быть некая металлическая основа, в том числе бронзовая, которая обтянута золотым листом тонким, ну, как фольгой. Или даже не обязательно бронзовая. Это могла быть железная основа. Или деревянная основа, обтянутая, кстати, фольгой. И туда были инкрустированы тем или иным способом кранаты. Чем больше, тем лучше. Это красота. Научились инкрустации все практически. У египтян. Египтяне еще в 18 веке до нашей эры догадались до стиля, который получил название в 18-19 веке клуазоны. Ну, это от клуазон французского ячейка. То есть, некий ячеистый стиль. То есть, куда... В принципе, термин, конечно, не очень правильный. Потому, что этот клуазон, это вообще термин, это не археологический термин. Он применялся для описания модной мебели, которую поставляли из Китая инкрустированы. Первому утром. Первому утром, не только, чем угодно. Чем угодно. Другими породами дерева очень часто как раз через металлические перегородочки. Вот это как раз было клуазоны. Поэтому археологи просто тогда, в 19 веке модный термин подрезали и стали применять его ко всему, что попало. Так вот, основой данного стиля является... Да, понятно, инкрустация – это усеивание некой поверхности абсолютно любым материалом. Например, если вы в детстве в 4 годика деревянный пол в гараже по велению дедушки забивали гвоздями, чтобы просто отстали от дедушки... Вот мой дедушка, например, так регулярно со мной поступал, давал мне коробку гвоздей и говорил, забивай гвозди в пол. Отлично! Это тоже инкрустация. То есть, тут что такое? Это когда без применения какой-либо химической или температурной термической обработки вы зажимаете... Неважно, как. Инородное тело. Инородное тело в некой поверхности. Ну, или с минимальной термической обработкой. Так вот, египтяне еще в 18 веке до н.э. это уже активно употребляли. Правда, конечно, в качестве наполнения этой инкрустации они очень любили всякие камни, которые, конечно, для варваров не считались чем-то крутым, а именно всякий сердолик, янтарь, яшма, т.е. что-то такое. Хотя, конечно, и драгоценные камни они тоже использовали, но если мы посмотрим на самые роскошные египетские произведения искусства, мы там, конечно, увидим очень много такого, что в более позднее время и на много тысяч километров севернее почему-то это как-то не считалось чем-то здоровским. Почему янтарь считали египтяне хорошим? Это понятно. Он там был чудовищно редок. Здесь идет, да, от редкости все полностью. Я видел... Недавно находил кольцо. Хочу себе сделать такое. Сейчас собираюсь в Африку. Как раз, собственно, места в Танзании, в Уганду, где египтяне покупали алмазы. Кольцо с необработанным алмазом. Ничего красивого совершенно. Оно же там в форме шипа такого квадратного. Но прикольно. Я думаю, стоило дорого, потому что привезли хрен знает откуда. Очень далеко. С большими рисками. Там дикари, людоеды всякие водятся. Каракадилы. Цена от этого. А необработанный бриллиант ничем не примечательен вообще совершенно. Так точно. И что египтяне делали? Египтяне делали в основном украшения плоскими. Да. То есть, они плоскостные. Работа, конечно, очень крутая в любом случае, потому что это перегородчатая инкрустация, когда поверхность украшаемая, скажем так, заполняется в некий рисунок маленькими перегородочками толщиной, иногда меньше миллиметра, иногда чуть толще миллиметра, с формированием ячеек от 3-4 до 5-6 миллиметров, вот туда нужно было поместить камушек, причём поместить его, вырезав предварительно, настолько точно по гнезду, чтобы он там плотно засел. Иногда его утапливали чуть ниже бортика, и бортик сверху развальцовывали так, чтобы окончательно его зазать. Называется рельсовая закрепка, она сейчас поменяется. Конечно, но иногда этого нет, да, так точно, иногда и просто всаживали настолько плотно, что они вот сколько там прошло уже тысячи лет, они до сих пор там остаются, эти камни. Ну естественно, металловязкие, а камни очень твёрдые. Твёрже гораздо. Всё, да. Ну т.е. всё равно какая-то работа, сколько тебе нужно сотен тех пластиночек вырезать из камней, и насколько точно их нужно вырезать под все представленные гнёздышки. Работа крайне скрупулёзная и кропотливая. Часто всё делает компьютер, это называется калиброванная огранка, когда берут 500 камней и фигачат так, чтобы они были до доли миллиметра одинаково огранены. Часто делает компьютер, а как это делали люди, я даже… Страшно подумать. Это же сколько нужно испортить сначала? Во-первых, испортить, во-вторых, подгонять, это измерительные приборы должны быть очень чёткие, потому что… Это просто глаз и палец. Ну нет, они всё равно… у них по-любому была какая-то… Пример рядом какой-то лежал, скорее всего, какая-то ямка, куда он вставлял, а если не влазит, надо ещё полировать. Иначе ты на глаз так не зафигачишь. Я думаю, зафигачишь. Да? Я думаю, зафигачишь. Ну, с другой стороны, если уже из тебя за это сильно бьют… Ты сделал 10 тысяч. Да. То, скорее всего, да. Возможно. Мастера крайне редко были рабами, чтобы их сильно били, потому что мастер такого уровня – это был человек… ну, это как сейчас очень дорогой станок, там, во много сотен тысяч долларов ценой. От этого зависела просто его прибыль, поэтому когда у тебя сынок… А, кстати, вот сынка же можно было бить. Можно было. Это не только никто бы не сказал тебе фу, наоборот сказали – молодец, правильный папа. Ну, и так как от этого зависит, что ты будешь кушать завтра, конечно, все старались делать сразу хорошо по полной программе. Так вот, от египтян… Кто Египет первый завоевал? Далеко не римляне. Египет первый завоевали персы. А, ну, бийцы всякие, тоже завоевывали. Ну, там были династии черных фараонов, но тем не менее это же… Это темная сторона истории, мы не будем ее рассматривать. Это не Великая Империя, все-таки вы понимаете. Ну, да. А вот Великая Империя Персидская, которая завоевала Ахеминиды, которая завоевала и Израиль, и вообще всю Палестину, и Египет в том числе – вот они восприняли этот самый стиль, им очень понравилось, и они стали первые делать объемные украшения. Всяких разных быков, львов, которых они страшно любили. Вот объемная фигура, украшенная инкрустацией – это первые научились делать, по крайней мере, в таком вот виде персы. И персы как раз, как люди индоевропейского происхождения, конкретно индоиранского происхождения, они очень любили вот это оружие и вообще украшения, которые именно кроваво, золотые. Это считалось очень круто, потому что золото, ну, это, понятно, и для египтянина было что-то цвет солнца. Ну, посмотрите, оно желтое, и это желтое. Да. Это солнечный металл. Наверное, во всех мировых культурах, которые более-менее были развиты и делали ювелирные украшения, везде золото считалось солнечным металлом каким-то. Ну, оно же, ко всему прочему, не ржавеет, это же вообще удивительно. Всё ржавеет, а оно нержавеет. И красивое. И, опять же, его мало, т.е. оно по всем понятиям дорогое, явно божественное. А красное – т.е. сразу догадались, что это нужно делать из граната – это кровь. А других вариантов не было, потому что смотри, что у нас красное ещё бывает – турмалин, красный турмалин встречается крайне редко, т.е. его в таких промышленных масштабах добывать было невозможно и до сих пор невозможно, несмотря на то, что нашли уже очень много месторождений. И эта шпинель красная, она тоже встречается редко, и наиболее, который вот после граната на втором месте по частоте находок был когда-то, сейчас практически и всяк – это рубин. Но дело в том, что рубин – это корун, то он в разы твёрже, он по твёрдости почти как бриллиант, то из него такие пластины нарезать не получилось бы. А там пластины, опять же, мы это в прошлый раз упоминали, толщиной где-то миллиметра два, наверное. Два-три миллиметра. Два-три миллиметра нужны пластинки. Напиливать. А потом из пластинок вырезать необходимую тебе форму. Ну, опять же, вот там размеры вот такие вот малюсенькие. Рубин так не попилишь. Да. Тут, по крайней мере, какой-то станок современный нужен, а это всё делалось вручную при помощи лучковых пил и прочее-прочее. Свёрил обычных и так далее. И на глаз. То есть, да, конечно, с рубином такой фокус вряд ли прошёл бы. Поэтому, конечно, поделочным камнем стал более-менее часто встречающийся доступный и менее прочный твёрдый камень-гранат. Так вот, гранат – кровь. Кровь – это тоже священная субстанция, совершенно понятно, потому что нанесёт жизнь. И чисто по религиозным соображениям, или даже не соображениям, скорее, а по некой религиозной мотивации, данный вид украшения стал чудовищно популярен. Ну, а так как персы, опять же, как индоевропейцы, отличались крайней воинственностью… Ну, а что такое персидская держава? Это постоянные завоевательные войны. А потом оборонительные – тех, кого они только что завоевали. Они так стали оружие украшать тоже очень активно. А римляне к тому времени, когда поднялись, разрослись, они уже нормально общались со всем Средиземноморьем давно, прямо скажем, ещё со времён, когда они были маленькие, там рядом были большие греки на юге Италии, были большие труски в 12-граде, они тоже отличненько уже везде плавали, знали, что такое гранат, тоже любили золото, естественно, как и все нормальные люди. Так как они тоже индоевропейцы, имеют очень схожую на самом деле религиозную систему с персами, хотя, казалось бы, где римляне, где персы, смертельные враги, но вообще-то у них корни религий одни и те же. Прямо видно, что это одна когда-то была и та же религиозная, точнее, парарелигиозная древняя доктрина, из которой потом вот такое вот родилось. Ну вот, короче говоря, римляне тоже любили совмещать гранат и золото, любили. Но посмотрите, сначала парфяне, потом персы перерезали дорожку, как это мы говорили в самом начале. И на какой-то момент, а именно это 3-4 век, вдруг пропадает практически, кроме как в Персии, естественно, пропадает распространённое вот это усыпанное так или иначе гранатами украшательство – вот раз и нету, всё. А в Персии вдруг появляется очень вычурная техника данного производства. Почему? Ну просто потому, что все гранаты, которые к ним поступали, поступали только к ним, делиться уже ни с кем не нужно было. Ну понятно, что если был бы соблазн загнать кому-нибудь за деньги, то рано или поздно такой соблазн бы сработал. Ну так как была война, они как бы не загоняли. Нет, нет. А вот в подконтрольных персидской державе, в Кавказских горах, конкретно в Грузии, в Иберии, там были великолепные мастерские ювелирные, которые прямо в промышленных масштабах обеспечивали персидскую знать в первую очередь, и окружающих, по мнению персов, варваров обеспечивали очень красивыми украшениями и украшенным оружием. Это были... А они туда попадали по морю? Куда? Из Шриванкии в Грузию. Ну в Грузию... Или пеший маршрут. Сначала, конечно, они пошли по морю, потом они доезжали до Ефрата, в Ефрате их покупали и отвозили куда положено уже пешим путём. А почему... Ну просто у меня такой вопрос, может он странный, почему они не могли мастеров перевезти поближе куда-то, зачем так далеко? Это везли туда, а потом оттуда. А там просто они же жили, там были просто хорошие ювелиры. А раз они там жили, чего их дёргать? Надо всех собрать и поближе ко дворцу. Это нужно было... Это, видимо, нужно было напрягаться. Нет, я уверен, что взять какого-нибудь самого хорошего мастера и поселить его у себя во дворце – никаких проблем. И я уверен, что так, скорее всего, делали, потому что оно просто логично. Ну да. Опять же, если у тебя что-то сломается, ты что, будешь в Грузию на починку отправлять свой замечательный меч? Не, ну вообще это же пока везут туда риск, потом обратно везут тоже. Не, ну внутри персидская держава – это никакого риска, конечно. Ну ладно. Там пока всё было в порядке, был именно что в порядок, т.е. можно было более-менее спокойно перемещаться, тем более, что если какой-то аристократ отправляет почту или получает почту, почтальон там едет не один далеко, а едет с прикольными парнями какими-нибудь, на которых не больно накинешься, они сами ещё по дороге кого-нибудь грабят. Так вот. Самое главное – не поселить этого мастера, хотя, конечно, селили, повторюсь, если сломается какая-нибудь твоя замечательная диадема, то что её будешь из столицы в Грузию посылать, там из какого-нибудь Багдада. Вот я поэтому спросил, да. А потом обратно везти, сколько там пройдёт времени. Самое-то главное – не поселить мастера, а вырастить смену, потому что этот мастер умрёт рано или поздно, а дальше что. А там они уже давным-давно, не одну сотню лет передавали друг другу эти свои знания и в промышленных масштабах готовили этих самых мастеров. Поэтому там был, что называется, естественный ювелирный центр. Опять же, я уверен, что если бы кто-то очень сильно озаботился или если бы жизнь заставила, этот ювелирный центр переместился бы куда-то ещё, и он очень скоро переместится, кстати. Так вот. Эти парни делали украшения очень изящные, красивые, предельно чёткие, с такими красивыми геометрическими – я покажу картинку – с очень чёткими геометрическими очертаниями самого рисунка, который они пытались сделать, и там прямо сразу видно, что это совсем новый уровень. Потому что то, что было раньше, и то, что, кстати говоря, долго будет ещё использоваться окрестными варварскими племенами, скоро пришедшими гуннами, готами – готы-то уже к тому времени были все прекрасно с ними знакомы – они очень любили использовать украшения с именно клоуазоной, вот то, что прямо можно назвать чётко клоуазоной, когда есть, например, пластина некая, и в неё вставлены не обработанные, только шлифованные, т.е. без придания какой-либо дополнительные формы – гранаты. Причём там подбирали форму граната так, чтобы они как-то гармонировали друг с другом. Или с формой самого украшения. Ну, это есть такая техника, когда изделие делают под камни, а не камни под изделие гранят. Ну, да. Да. Правда, конечно, я уверен, что у них поток гранатов был такой, что им можно было просто выбрать что-нибудь под желание заказчика – он говорит «хочу квадратное», он говорит «окей, под квадратное у нас есть вот такие вот камушки, сейчас мы их разложим». И вот есть поверхность, в поверхности делается ячеечка, по краю припаивается где-то миллиметровый бортик, и вот в бортик вставляется этот самый камень. Работа, конечно, требующая уникального вкуса в первую очередь, потому что естественная форма камней вот так вот навалить везде, так, чтобы оно не смотрелось, просто ну взяли и горсть посвырнули, вот я бы так сделал, конечно. Это требует очень большого вкуса. Они смотрелись очень круто, и опять же это было подсмотрено у римлян. И техника сама была подсмотрена, и сам стиль украшения. Они это использовали очень долго. А Грузия римская была до или после? Часть Грузии была до, конечно. До. А в этот момент уже римляне оттуда были выбиты. Да, когда персы возродились, их потом выбили, византийцы обратно забрали потом, но там, опять же, там было туда-сюда. Сейчас до этого дойдём, сейчас мы до этого дойдём, это очень важно, почему так получилось, в том числе и почему мастерские переместились. Да, так вот, вот в этот бортик топились камушки, и дальше нужно было нагреть изделие на очень короткий срок, чтобы просто золото слегка на поверхности подплавилось, а потом сразу бросить остужаться, так чтобы оно не превратилось, ну просто чтобы тупо оно всё не расплавилось, чтобы эти бортики не заплыли, но при этом чтобы камень влип туда. Понятно. В это изделие. Это очень надёжный способ закрепления камня, просто один из максимально надёжных способов. Выковырять уже просто выковырять сложно, если ты не хочешь вообще всё это разворотить. Но при этом там надо соблюсти температуру, потому что если камень нагреть до какой-то определённой температуры и бросить в воду, он опнет. А их не воду бросали, на воздухе сужали, конечно. Там самое главное, что если ты продолбаешь хотя бы градусов 5-10 нагрева, у тебя просто бортик расплавится, и всё твоё украшение, ну всё, ты его испортил, нужно будет делать всё заново. Как они это делали без термопечей регулируемых... Да так же, на глаз как. Как и гранили. Да, опять же требовалось большого искусства. Я даже не говорю о том, что тут бортик ты при паятии даже задолбаешься. Слушай, у меня две мастерских, как бы группы две работают мастеров, и в данный момент, знаешь, мы покупаем с калиброванной огранкой камни, допустим, 200 штук, потом делаем изделие, оказывается, надо 208. У нас микрометры электронные. Я говорю своему огранщику, надо ещё 8, такие же, как 200. Мы купили 8 под грани, но чтобы не ездить в Бангкок, туда-обратно, будет два одного размера, два другого, ещё три третьего, и один вообще другой совсем. Там на доле миллиметров будет отличаться размер, а уже они у тебя в кольце сидят, знаешь, один выше другого, один на бок завалился, потому что он маленький, он меньше этой дырки, ячейки. Это действительно надо этим заниматься просто на уровне бога, всю жизнь, с самого детства, тогда у тебя будет получаться хорошо. То же самое с этой поплавкой, без приборов 100%, он, как говорится, задницы чувствовал, когда пора вынимать из огня и остужать. По-другому никак. Это естественно. Так вот, грузины стали делать вот так, как любили делать, собственно говоря, персы. Это было видно, что влияние заказчика, и как персы научились делать когда-то очень давно у египтян, а именно вот эту самую перегородчатую инкрустацию. То, что потом стало в археологии называться клоазонно, хотя, повторюсь, правильно было бы назвать вот то, что я только что описывал, потому что там ячейки есть, а это всё-таки перегородочки. Т.е. самое главное – большой золотой фон, на котором рассыпаны именно капли, как капли крови, естественные формы, также раскиданы естественные формы камни, уходит на второй план. Он тоже продолжает, конечно, употребляться, но уходит на второй план, потому что они стали делать в основном фон драгоценного камня. Т.е. есть маленькие тонкие золотые перегородочки, которые как бы формируют контур рисунка, а весь рисунок выложен вот этим самым красным. Конечно, не только красным, естественно, грузины там этим самым персом туда чего только не вставляли. И сердолики, и яшма они туда вставляли, но всё равно гранат был всегда самым популярным. Есть, мы чуть попозже остановимся, на абсолютно уникальных сочетаниях цветов, которые просто поражают воображение, если представить себе археологический предмет в то время, пока он был ещё в использовании, когда он ещё не был повреждён землёй и людьми, что самое главное. В земле-то оно нормально чаще всего сохраняется, потому что и золото, и драгоценные камни – они почти вечные. А вот как только человек руками добрыми возьмётся, он испортит всё, что угодно вообще сможет, тем более, что он тупой. Кстати, есть вид бактерий, их обнаружили не так... Или бактерии, бактерии. Их не так давно обнаружили, они ржут гранаты. Они их плавят какой-то кислотой и подъедают, и даже есть... Я видел где-то, не смогу, правда, найти, в справочнике по геммологии листал, есть микроснимки, как они прям ходы в них такие норки прогрызают. Гранатовый педикулёз. Да. Ужасно вообще. Ужасно. Опасненько. Опасненько. Да. Так вот. Господство в этой самой перегородчатой эмалии. Она была в основном только там, по крайней мере, в таком классе, шикарном совершенно классе, это сразу видно, что заказывали люди где-то уровня императора в том числе. Ну, а все остальные, конечно, обезьянничали, потому что хочется. Императора Компании и остальные. Императора Компании и остальные, которым хотелось так же. Ну и, понятно, куча подражаний, которые куда хуже классом, но просто сразу видно, с чего вы, друзья мои, пытаетесь обезьяничать. Это как бы даже двух вопросов быть не может. А сердце было именно там. И вот в IV веке начинается, наконец, великое переследие народов. И на персидскую державу обрушиваются сначала сарматы, потом обрушиваются, наконец-то дошли гуны. К концу IV века они там появляются, их там много, а это было именно чудовищное переселение, которое вылилось в трансевразийскую миграцию целой группы народов. То есть, не нужно думать, что там это просто какой-то отряд, даже, может быть, очень большой отряд военных гунов, куда-то там мчался на лошадях. Нет, это когда-то китайцы разбили Сюнну, которые находились буквально рядом по соседству, и очень их беспокоили много веков подряд. Наконец, китайцы разобрались с проблемами внутри себя. Временно. Да. Но очередной раз они разобрались с проблемами внутри себя, и решили поставить тех самых Сюнну на лыжи. И поставили. То есть, там нанесли страшнейшее поражение, и просто принялись по степи ездить их кошмарить. Соответственно, часть Сюнну поступила на службу китайцам, чтобы кошмарить соседей, потому что это же очень приятно. А соседи, которых кошмарили китайцы, и дружественно китайцам Сюнну, они просто свалили, причём все. Ну, т.е. половина степи просто двинулась куда? А куда ещё? На восток? Там море и Япония, туда не хочется. Они двинулись, конечно, на запад. А так как это, представляете себе, эта великая степь, вся просто всколыхнулась и пошла на запад. Соответственно, если у вас есть племя, даже довольно такое серьёзное, мощное, крайне воинственное и умеющее воевать, как, например, сарматы, до которых они всё-таки дошли, то сарматы – это же не целый народ. Сарматы – это куча племён или союзов племён. Они, может быть, данный союз племён очень силён в данной локальной точке, но к вам переселяется целая страна. Вот просто целая страна к вам кочует. И, конечно, сколько бы у вас не было военных, вы их просто мобилизовать не успеете. Так ещё мы же не знаем, что это страна переселяется. Они даже сами не знают, что не все страны переселяются. Конечно. Они едут там чуть-чуть, там чуть-чуть. Ты думаешь – ну, сейчас этих разобьём, всех звать не надо, а потом они не заканчиваются. Вот, они не заканчиваются, да, и поэтому это вот переселение буквально как вот добиноко вот так толкают, выстроенное в ряд. Вот эти шашечки посыпались все и досыпались вот до границ Персии и Римской империи. Только что Перса с римлянами друг друга увлечённо резали, и, в общем, никто не мешал им дружить, ну, не считая каких-нибудь там, какие-то готы бегают, какие-то сарматы бегают – можно этих плонять против этих, а тех против тех. Ну, в общем, это была нормальная политика, чем все и занимались. И вот обрушивается это переселение на персидскую державу, и вдруг оказывается, что этим грузинским мастерам там очень неуютненько, просто исключительно. А в это время Грузия же уже была христианизированная. И христианизированная – это конец 4 века, понятно, да, император Феодосий – первый, последний великий император вообще объединённой Римской империи. Он уже всё, это уже христианство во государственной религии во всей Римской империи. Сначала был Константин Великий, вот там вслед за ним Феодосий. Константин сам был язычник, Феодосий уже был христианин и как раз при Феодосии христианство уже нормально там приняли как надо. Куда бегут грузины? Конечно, они бегут к единоверцам. Они бегут в Рим. И вдруг в Риме совершенно внезапно появляется высококлассное, просто суперклассное производство ювелирных украшений, в том числе украшенного оружия вот с той самой иберийской техники – перегородчатой эмалью. Так, а доставки гранатов-то не было. Гуны всё сломали, т.е. вообще всё. И гранаты стало, возможно, возить, т.е. во-первых, работал объездной путь вокруг Красного моря, т.к. опять же, гуны как кочевники – это что такое? Это налаженный транзит, всего чего угодно, потому что кочевники постоянно кочуют, они поэтому и кочевники, при этом они в обязательном порядке знают много языков, опять же, потому что они каждый год вынуждены общаться с разными людьми, и через великую степь опять заработал вот тот самый путь, который работал ещё в глубокой древности, ещё в бронзовом веке вообще, по сути дела. И всё, в Рим опять шквал пошёл драгоценных камней из Индии, из Цейлона, возможно, из Юго-Восточной Азии, в том числе, и из Бирмы, ну, из Индии, со Шри-Ланки. Ну, если учесть, что тогда вся Юго-Восточная Азия была на 100% индуинизирована, то, конечно, тогда ещё добывали хорошие камни в Таиланде, в Камбодже, и везде, и всё, я думаю, полностью. Да. Ну, повторюсь, почему-то самые крутые тогда гражданаты считались цейлонские. Ну, они и сейчас так. Недавно открыли в Африке, там пару месторождений, но к ним пока все присматриваются. Так вот, вдруг появляется вот такая тема. Ну, и римляне, конечно, делают в том числе себе украшения. Ну, опять же, римское украшение – это довольно специфическая штука, внутриримское. Тем более, что вот эти вот 3-4 век – это высший вообще расцвет римской культуры, дальше будет только упадок, всё. Но пока это было просто очень круто, просто исключительно круто. И римляне что ценили больше, Гарната? Жемчуг. То есть, для римлянина жемчуг – это было главное украшение, потому что жемчуг украшал что? Императорскую диадему. И, конечно, все хотели так же, как у императора. И вот жемчуг – да, вот жемчуг – это было прямо римское-римское. Совсем. А жемчуг откуда везли, не знаешь? Из Сомали часть везли жемчуга точно, что там его добывали. Часть жемчуга добывали в Индийском океане, тоже везли оттуда. Я вот не знаю, в Средиземном море добывали жемчуг или нет. Скорее всего, добывали. Ну, вообще он встречается везде, но уже есть хорошего качества. Есть речной паршивый жемчуг. Есть плохого. Я сам находил речной жемчуг сколько хочешь. Я морской находил, но весь был плохого качества. Да. И вот, кстати, Амиан Марцелин описывает, как римский солдат, скорее всего, это был Остгод, после сражения жемчуг. Он нашёл убитого врага, обыскал его труп, и увидел у него очень хорошо сделанный кожаный мешок, внутри был жемчуг. Он его к чёртовой матери выкинул, красивый мешок забрал себе, потому что красивый мешок – это здорово, это какой-то, не знаю, горох какой-то перезрелый, шарики какие-то... Чего он их с собой-то пускал? Кто бы объяснил? Да-да-да. Зачем так много? Один шарик нужен. Это какой-то наперсточник серийный, что ли, профессионал? Как это? В слепую на десяти досках играет? Ну, в общем, короче, Остгод выиграл по полной программе. А Амиан Марцелин очень радовался, прямо видно по описанию, что он страшно радовался его уму. Да, так вот, а золото есть, и есть много гранатов, так римляне сразу догадались, что с ними нужно делать. Они организовали мастерские, которые прямо назывались барбарикари, т.е. варварские мастерские, где высококлассные, вообще высококлассные римские мастера, римские ювелиры. И, кстати говоря, эти самые, судя по всему, переселившиеся иберийские ювелиры... Грузины. Да, грузины, они в Византии работали, начинают пахать в этих барбарикариях на внешний рынок, т.е. у них напрямую покупали варвары или делали они для варваров напрямую на заказ, это точно уже можно понять, исходя из археологической встречаемости, и вот уже из источников мы понимаем, что эти люди делали специально варварам подарки, т.е. дары для вождей для подкупа. Чётко понимая, что им нужно, они постоянно общались, имели полное понимание, что это такое, что это за люди, как они любят. И когда мы видим там в Вене или в Эрмитаже или где-нибудь ещё шикарное совершенно какое-нибудь Остготское захоронение, и там чувак похоронен в таких украшениях... Ты думаешь, господи, а это точно варвары? Ну, как можно, вот варвары могли такое... Это явно не варвары, у них там цивилизация была уж минимум, наверное, не хуже, чем у риблина, если они могли воспитать и прокормить таких мастеров, у которых, во-первых, а рука как набитая, б какой вкус. Нет, это делали риблине, потому что когда начинали делать сами Остготы или гуды, там всё было немного... Я могу дополнить примеры из современной эпохи. Да. У меня компания ювелирная, ну ты знаешь... Да. И ты знаешь наш стиль, мы, кстати, об этом ещё будем записывать. Да. Значит, мы любим такое вот... Серый металл, тёмный металл, всё такое как бы... Не броски. Готический стиль, да, когда минимализм присутствует. И если мне человек пишет, здравствуйте, у меня есть 100 тысяч долларов, я хочу вот этот камень, но колечко не в вашем стиле, вот чтобы вокруг обсыпочка, обсыпочка, вот такая обсыпочка, обсыпочка, ещё много обсыпочки... Сверху золотом палить и ещё раз обсыпать. Нам же деньги нужны, мы не отказываемся, и вот у нас недавно было такое изделие, я не буду картинку показывать, чтобы не обиделся заказчик, у нас есть внутренний чат компании, значит, девушка, мы его сделали, девушка, которая делает фото-видео, сняла фото-видео, скинула в чат, и наш менеджер пишет, да, это выкладывать нельзя. То есть, у нас тоже есть то, что любим мы, то, что нам нравится, и то, что мы делаем как бы другое. Ну, вот как бы это нормально, то есть, ничего не изменилось в принципе. Получается, что римляне делали для себя красиво, как они считали. Да. И вот эти любят так, ну блин, это, конечно, отвратительно, но ладно. Пошленько, но будет. А в них же есть деньги, а деньги нам очень нужны. Так точно. У них самое главное, что это просто был потрясающий способ подкупа. И эти подкупы просто, опять же, мы знаем археологические следы этих подкупов по следам римских посольств. Есть такие… Ну, сейчас мы до этого дойдём по поводу гунов. А ты ещё рассказывал про зарплату, что они не понимали, что такое зарплата, им нужны были подарки. Это естественно, потому что готы, германцы воинственные, кстати говоря, как и аланы, которые с гунами вместе ломанулись на запад, тоже наши братушки-индоевропейцы, будущие осетины, как и сами гуны, они вообще не знали, что такое зарплата, потому что римляне привыкли маёмники, так вот сейчас вам это, зарплата, аванс 7-го, зарплата 22-го… Каждого месячные зарплаты у них были, да. Если всё было в порядке с деньгами, то были месячные оплаты. А варвар – он не солдат, он воин, он не понимает, что в смысле это я сейчас продамся, как кто. Вы меня покупали… А, как проститутка. Я же точно помню, я был там в Медиалане, и там я это самое шпилевилил тётю почему-то за деньги, хотя я что посильнее, зачем это надо было? Я красивый и гораздо сильнее. Да нет, вообще тебе говорят, месяц работы, а потом мы тебе заплатим, ты думаешь, а может они заплатят, зачем месяц работы, можно пойти пограбить, повоевать нормально, по-человечески. Это просто против варварских воинских понятий было, как можно наниматься. Ты всю жизнь, и твой папа, дедушка, прадедушка и сколько ты вообще помнишь… Были честными грабителями. Они воевали за князя, за Рикса, в честь богов и в честь Рикса. Это у них было семейное, т.е. ты проливал кровь из руки в чашу с князем, вы вместе её выпивали, выбратались таким образом. Он тебе становился как отец, ты как его сын. Если отец говорит, что вас обидели, вы просто шли и всех, кто обидели, пытались зарезать. Это богослужебная была функция, сакральная функция. Война была чисто, это было священное действие, по сути дела. И тут тебе предлагают… Предназначение принца любого мужчины. Конечно. Особенно, если это именно воины, потому что были обычные крестьяне германские, которые тоже, кстати, были не дураки повоевать и пограбить, но это же всё-таки не основное занятие, а вот основное занятие тех, кого надо было бы занять, т.е. профессиональные, военные, потомственные. Вот им предложить деньги за службу было очень сложно, они просто не понимали, а некоторые просто обижались. Почему? Потому что, опять же, проститутка, и я буду как проститутка таким образом, это никуда не годится. А вот если тебе подарили что-нибудь такое, намного миллионов долларов хорошее, вот совсем другое дело, тебе уважение проявили, а за уважение уже можно повоевать. Тем более, что это уважение, судя по всему, регулярно проявляют. И ещё более того, к обеднице можно и говорить, слушай, а вот ты прошлый раз подарок подарил, было гораздо лучше. Понял, 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 насчёт подарка я усвоил, хорошая идея, сейчас сделаем. И вот, смотри, что такое гуны, как ты правильно сказал, ни Сармата не могли понять, ни Алана не могли понять, ни Остгота не могли понять поначалу. Потом-то, конечно, понимали, но было немножко поздненько. Более того, сами гуны не могли понять, что они такое, потому что это же были, опять же, разрозненные племена или, может быть, группы племён, которые в том числе и друг с другом не очень сильно любили, просто ломились на запад со всеми бабами, детьми, собаками, кто там у них ещё был, баранами, хомячками, всё это просто шло, и из-за этого они были крайне боеспособны, потому что у них их метрополия, условная метрополия, какая она, может быть, у кочевников, она очень рядом, т.е. качевья рядом, а, значит, все мужики, которые там умеют ездить на лошади, они могут быть теоретически мобилизованы для какой-либо военной кампании, их в одном месте огромное невероятное количество. Кстати, когда какие-то там эти альтернативно одарённые плоскоземельцы рассказывают, что никакого гуннского нашествия не было, потому что где Китай, а где Римская империя, археология нам чётко говорит, что есть маркерные вещи, которые прямо от момента разгрома Сюнну в китайских степях, в северокитайских степях, вот точно такие же маркерные вещи мы находим вплоть до Франции. Это очень специфические трёхлопастные гуннские стрелы. Да, стрелы у них реально не спутаешь ни с чем вообще. Это гуннские котлы походные, и они, опять же, не меняются вообще, они шли там больше ста лет, вообще-то, на секундочку. Они не меняются, они всё время одни и те же, строго совершенно. Т.е. потому, что это то, что очень важно. Котёл – это то, из чего вы едите, а есть нужно каждый день, на секундочку. Ну да. Он должен быть такой, как у дедов, потому что деды херни сделают. Ну как, они же выжили, значит, и вы выживете. Соответственно, стрела – это тоже очень важно, потому что, как любой степняк, это в первую очередь лучник, для него стрела – это самое главное. Вот эти трёхлопастные боевые стрелы – это то, что маркирует прямо всю эту волну. И, конечно, сначала-то у гунов, потому что, когда мы говорим о полихромном стиле, мы сразу через запятую подразумеваем гуннский стиль. Сначала никакого полихромного стиля у гунов не было, но как только они сталкиваются с вещами, которые они подрезали в IV веке в Персидской империи, которые они подрезали в Восточной Римской империи, которые им подарили, продали, обменяли. Вот им сразу страшно понравилось. И ещё почему им понравилось? Потому что они напрямую контактировали и прямо включили в свои ряды огромное количество… Самый гунн – это тюрки, без сомнения. Они включили в себя огромное количество индоевропейцев, которые гнали перед собой. Т.е. кого-то они убивали, кого-то выгоняли, кого-то инкорпорировали. Это, конечно, и часть сарматов, и алланы, а они все уже были знакомы к тому времени из-за соседства или с перцами, или с римлянами с этим самым полихромным стилем. И вот они получают полихромный стиль сразу, уже не развивающимся, а в суперразвитом виде, и гуны сразу начинают его очень любить и использовать просто тут же. Гуны были не монолитные. Объединить их смог только Аттила, который убил своего брата Блэду и забрал всю власть себе, как монарх, соединив гунов в невероятно мощное нечто. Т.е. это был такой короткий всплеск Степной империи, который сокрушил ещё раз, нанеся чудовищные поражения перцам, разгромил Византийскую империю, причём разгромил её восточную часть Римской империи в дребезги, при том, что они обязались срыть вообще всю в итоге укреплённую линию на Лимесе и никогда больше её не возрождать. Там было разряно более 70 городов, и причём с них уже настолько нечего было брать, что Аттила уже как бы с них брать ничего больше и не стал, потому что зачем уже и так всё отняли. И они пошли на запад, где их, конечно, встретил великий полководец Аэций, который на каталунских полях гунов расколошматил. И Аттила даже уже собирался к концу сражения прямо там уже заживо сходить на похоронный костёр. Однако Аэций был умный, Аттилу он знал. Аттила, кстати говоря, тоже воевал за Рим неоднократно в своё время. Были они знакомы, и он просто хотел использовать Аттилу против императора, чтобы он не скучал. Для римлян это обычное дело, нормально ещё. Ну, как? Потому, что он полководец, а там император. Как только не будет Аттила, так зачем такой полководец будет нужен? Кстати, он глубоко смотрел, потому что Аттила-то помер своей смертью в скором времени, заболел и умер, и Аэция сразу казнили, потому что слишком хороший. Под каким предлогом? Коррупция. Измена. Заговор. Заговор. Слишком крутой. Вот. Его казнили. Конечно, под руководством маэйца сражались далеко не только римляне, это были все, кто был очень сильно недоволен пришествием этих самых, вот, пожалуйста, гунов. Потому, что только что, например, бургунды подняли мятеж против римлян, и кто их пришёл карать вместе с римскими войсками? В первую очередь. Это кто-кто? Гуны пришли их карать. По этому поводу читайте песни о Небелунгах. Это через много-много веков после. Так трансформировалась народная память. И вот, пожалуйста, бургунды, свевы, лангобарды, вандалы, остготы, которые не примкнули, ещё одни примкнувшие к гунам. Они все собрались под римские знамёны и наваляли гунам, наконец, собравшись вместе. Но, повторюсь, это было очень сильно не сразу. И при этом вот кто ещё был у гунов? Были такие белые гуны. Или их ещё называют на нашей территории акациры. Ещё их называют гуны эфтолиты, но у них была масса названий. Акацир – это акач-эра. Это с старого тюркского, гуннского языка – это лесные люди. То есть, гуны – это вообще степняки, и основная часть, с которой воевал Аэци – это, конечно, были степняки. А часть – это гуны, которые проживали в лесах. Это Обь, Десная. Огромная территория, просто огромная. И мы знаем просто из письменных источников, как туда отправилось византийское посольство, чтобы что-то сделать вообще с текущим положением вещей. И, как говорят, они подарили вождям этих акациров невероятное какое-то количество подарков – драгоценные посуды и прочее. И, чтобы ты думал, её нашли археологически. И там есть совершенно невероятные вещи, там есть великолепный, как нельзя это назвать, большая ваза или кубок. Картинки покажешь? Да, конечно. Которые должны были служить, видимо, для разливки на более маленькие сосуды. Или ваза, правильно сказать? Короче говоря, вот этот раздаточный сосуд здоровенный, для бухла. Назовём его Вазон. Вазон, да. Вазон на французском. Да. Он украшен чеканкой просто великолепной. Там изображена Амазон Амахия, т.е. сражение греков под Трои с амазонками. Там Ахилл убивают Тупантесилею, и ручки выполнены в виде кентавров. Причём у одного из кентавров в руке, который... Ручки, с которыми хвататься нужно было. У одного из кентавров в руках точная копия большой этой вазы. Сделано невероятно. Не видел. При том, что все подробности там, конечно, строго полуфантастические, в смысле доспехов, мечей и прочее. Т.е. это то, как думали в начале 5 века, то, как выглядели греки. Понятно, что у них какие-то колонны видели, барельефы, ну там, короче говоря, поди его разбери. Кто там разбери? А вот часть конской упоряжи, она чисто гуннская. Прямо которая по археологии прослеживается с подперстной, под крупы, ремни от седла с подвесками такими вот блямкающими. Как раз они все золотые и в гранатах. Вот это прямо перекликается. Это ваза, подкуп настоящий. Ну, как они думали, подарок, конечно же. И археология с того, что там нарисовано. Вещь совершенно потрясающая. И вот мы видим, как распадается на какой-то момент это гуннское единство, и все приходит на какое-то время на круги своя. Т.е. есть куча варваров, есть тут какие-то остготы. Вот тут какие-то вандалы, кстати, они уже в Африке. В Тунисе они захватили Карфаген, и король вандальский, он же едет и грабит Рим очередной раз. Для жителей Карфагена это было совершенно однозначно, что это новый Ганнибал. Потому, что обычно население помнило, кто такой Ганнибал. Преотличненько. А теперь, смотрите, из Карфагена опять военачальник едет в Рим. О, как хорошо. И, кстати, в отличие от Ганнибалта у него получилось всё. Т.е. молодец. И мы видим, как вот этот барбарикайный стиль, барбарикарный стиль распространяется на какие-то просто невероятные территории. Т.е. Если мы видим, например, в Курской области захоронение гота, остгота, который одет прямо в римские украшения. У него конская упряжь в монохромном стиле, так называемом монохромном стиле. И даже иногда непонятно, вот прямо конкретно есть непонимание иногда. Это вообще-то гот или это гун? Потому, что это удивительная штука. Готы с гунами вдруг почему-то подружились. Т.е. У них не было непримиримой вражды и не было, более того, понятия, кто кому точно подчиняется. Т.е. Они не были завоёванным народом. А это кто были этнически? Готы. Это были немцы. Гуны и готы. Гуны тюрки. Ага. Ну да. Как бы довольно странно, что они общий язык нашли между собой. Вот. Нашли. Причём, опять же, если мы посмотрим на имя Аттила внимательно. Мы как-то раз об этом говорили. Только не на этом канале, а у Дмитрия Юрьевича. Аттила – это ата, т.е. отец по-тюркски, а ила – это древненемецкий уменьшительный корень, т.е. батюшка, папаня, папаша. Вот такое имя было простое у Аттилы. Двух вообще составной из разных языков. Да, и, пожалуйста, Франция, Северная Африка. И так вплоть до Камы, Дисны, туда. Вот. Прямо какие-то невероятные просторы занял этот самый стиль полихромный. Везде были или подражания, или прямо римские вещи. Купленные, вымененные, подаренные римлянами, пересланные в виде подкупа. Конечно, их максимальное количество концентрировалось в вождественских захоронениях. Потому, что это отдельная история. Ещё очень интересный был тип украшения, которые тётеньки носили. Это диадема всегда. Т.е. диадема – это то, что составляло часть не весь головной убор, а часть головного убора. Если мы говорим про степняков, там обязательно какая-то была меховая из драгоценного меха шапка, из войлока шапка, украшена какими-то бляшками. И вот основой её была диадема. Тоже мы видим диадемы в том самом стиле. С колтами. Т.е. подвесными кольцами. Как раз очень характерные, видимо, как раз или подчёркнутые гунами, или с гунами распространённая мода на многолучевые колты. Которые мы знаем очень хорошо потом по славянской средневековой археологии. Да, я хотел сказать, что вроде на Руси такие были. Да, это как раз мы переняли тогда, когда славян во время Великого Переседания народов двинулись с Балкана на север. Закончилось-то всё в 8 веке в Новгороде, где мы сейчас, собственно, и пребываем на землях Новгородской республики, в Отской пятине. Они там пяти-семи лучевые в виде таких полых конических трубочек шариками на концах, солнце символизировало, разумеется. Везде были. Везде были. Везде были. Везде, куда достигли вот самые следы Великого Переседания народов, они везде были. Потому, что Финаугурта тоже, пожалуйста, они в тех же самых тепях приуральских находились изначально, через которые это Великое Переседание шло. Да. И вот эти штуки вообще как-то потрясающие женские. Ладно, что они красивые – это окей. Ладно, что они стоили каких-то невероятных баранов, т.е. там два стада баранов, пять стадов баранов нужно было это заплатить или как-то напрячь так своих друзей римских, чтобы они такое сделали. Это делалось один раз на всю жизнь. Это потому, что не только красивое украшение, это, конечно, религиозно-магическое украшение. Там не на одну жизнь. На несколько поколений, скорее всего. На одну тётеньку, одно украшение. Ты имеешь в виду, что вместе с ней это уходило? Она достигала совершеннолетия. Если это знатная тётенька, у неё однозначно были магические функции, как у степной тётеньки. Они все их исполняют так или иначе. У неё шаманский наряд её собственный. Ну, условно, шаманский. В смысле, там, у каждой женщины… Каждая женщина была шаманом? У знатной женщины есть конкретно магические… А, только знатная. Да. У неё есть однозначно магические ритуалы, в которых она участвует. И это, конечно, учитывая, как это украшено и чем это украшено – это, естественно, было ещё и, а может быть, в первую очередь, не украшение, а религиозный наряд. И вот достигает на совершеннолетии, ей в это время выдают всё, что нужно выдать, и в нём же её хоронят. Обязательно. Да. Прям всегда. То есть, мы не знаем такого, чтобы оно передавалось из поколения в поколение, потому что они же, в общем-то, их можно… Это признак успешности и богатства на данном периоде. Конечно. Конечно. В дальнейшем-то всё будет не так здорово, да и чёткие религиозные значения, которые несли с собой эти степные народы, они утратятся, потому что, естественно, у славян, которые уже давным-давно осёдлы и живут где-нибудь на озере Ильмень, смысл этих колтов будет несколько иной, чем у гуннских женщин. Вполне естественно. Так вот. В это время появляется новый стиль, очень похожий по внешнему виду на старый. Клуазоны, вот это перегорочатые эмали. Но… Прошу прощения. Перегорочатая инкрустация. Чего же я всё время эмали-то говорю? Перегорочатая инкрустация. Чтобы вы понимали. Гранатовая перегорочатая инкрустация. Появляется новый стиль, называется он шампельве. Тоже. Но это, правда, не от французского слова, которое обозначает какую-то ячейку. Это вот место знаковой находки. Когда была подоснова некая, которая формировала, скажем так, корпус украшения. Например, вот очень красивое, мне нравится, есть целая серия ожерелий гривен, которые выполнены в виде такого прямо настоящего бронированного гаржета. То есть, есть передок, сзади две створки, которые на петлях и на шкворне распахиваются, голова вставляется, сзади закрывается, запирается. Нормально. Вот есть основа. И сверху есть крышечка у неё, которая вся пропилена каким-то узором, и вот под них заводили гарантовые пластины. А, я понял. Вот. Это было прямо… Ну, то есть, всё равно что получается? Условно, красный фон, который… Это тоже будет. Которая всё перегорожена так или иначе золотыми полосочками. Но это не то, что вставлено внутрь, это то, что снаружи находится, приподнято. Довольно очень распространённая вещь, как раз она характерна для уже V века. Очень дорогая, судя по всему. Безумно дорогая, потому что, опять же, если мы представим себе, что в золотой предмет такого размера, как, скажем, целое ожерелье, вот это вот горжет, хватило а золота, б цейлонских гранатов, то оно, в принципе, на деньги ты, наверное, уже не измеряется. Слушай, обычно я вот даже сколько в музеях вегипетских, там римские смотришь, там золото как фольга. Такое тоже было, конечно. Я имею в виду, что его очень мало расходовали, а тут, если ты говоришь, что такая штука огромная, это пару сотен миллионов долларов на наши деньги. Это только дипломатический подарок, конечно. Ну ясно. То есть, купить такое, ну а как, собственно? Ну опять же, в баранах это не оценить, денег у них нет. Слушай, интересно, а вот когда римляне в барбариканских этих… Барбарикариях. Барбарикариях делали подарки для вождей, они ж могли им там наупить эмали и подарить, этим-то какая разница. Эти отличали. Вот негодяй. Потому, что у них сразу образовались собственные степные кочевые и прочие варварские ювелиры, которые принялись бомбить то же самое. Так и наши люди с лупами смотрели. Да-да. Они принялись бомбить такие же украшения. Они позорные совершенно по сравнению с этим имперским классом. Они позорные. И... То есть, обмануть не получалось. Конечно. То есть, если вождь один раз увидел настоящую вещь, и один раз хреновую вещь, он уже её точно отличит. Это дрянь. Это хорошо. Вот давайте то, что хорошо. Опять же, это же люди делали в этих барбарикариях не что-то такое, что у них в голову пришла офигенная стартап-идея, и они давай её реализовывать. Нет, это да, приезжал из Константинополя или из Рима. Приезжал легат и говорил, дорогие мои, тонну украшений вот тому парню. То есть, барбарикари не несли расходов, они просто выполняли контракт, тендер. Да-да-да. Поэтому им всё равно было вообще. Сказали бы бриллианты вставлять, вставляли бы бриллианты, им пофигу вообще было, что вставлять. Просто эти любили вот почему-то гранаты в таком количестве. Ладно, будем делать золото-красное, нам несложно. Да, и вот тут мы имеем потрясающее захоронение из Петросы в Молдавии, где был, внимание, был просто гигантский клад всякого золота и гранатов. Оно почти полностью погибло, потому что нашли его в 19 веке крестьяне, которые пахали там и ссопали землю. Выкинули камни, золото сдали на церкви. Да, причём они хитро сделали, потому что мы знаем очень благородные примеры, когда такие находки крестьяне сразу сдавали помещику, потому что говорили, там, дорогой помещик, вот помещик, всё-таки человек, получивший хотя бы в гимназии образование, он понимает, что это что-то тут такое не то со всем этим. А учитывая 19 век, это эпоха классицизма, все страшно интересовались археологией, это было очень модно. Конечно, тут же писали в императорскую археологическую комиссию, если мы про Россию говорим. Тут же приезжал какой-нибудь академик Самоквасов и говорил «отдайте мне всё», и очень много вещей так спасли. А вот в данном случае крестьяне поступили хитро, ничего никому не сказали, припрятали, и просто по мере необходимости плавили это дело на цветмет и продавали. А гранаты, думая, что это стекло, просто выкидывали. Ну, понятно. Мы не знаем, судя по всему, это был гигантский клад, мы нашли там несколько... до наших времён дошло несколько предметов посуды. Очень красивое блюдо есть, просто потрясающее. И есть два кубка, ну или кафара, наверное, нужно правильно назвать, которые сделаны в виде этого шамплеве, но полностью сквозное, т.е. это как витраж сделано было. А, и тут были вставлены гранаты? Да. Это всё было, условно, как бы мы сказали, красного стекла с золотом. Слушай, я тебе скажу, что по нынешним меркам это несколько миллионов долларов, потому что это надо распилить вот такие вот гранаты, чтобы получить эти пластины. Она же причём довольно крупная, она где-то вот такая вот чашка. Ну, большой гранат стоит дорого. Это прям... Т.е. по сути, по нынешним меркам это взять и испортить материал, просто попилить его. Можно было гранить камень, мы его попилили на пластины, и всё. Да. Серьёзная вещь. Т.е. она была... Да, есть золотой каркас сквозной, и туда в этот каркас вставлены куски гранаты. Причём почему-то в археологии некоторыми исследователями принято считать, что из них никогда не пили. Т.е. это чисто такая вот декоративно-парадная посуда. Вполне можно было пить. Я абсолютно уверен, что, конечно, из неё пили. Т.е. даже если там что-то протекало вдруг, хотя я уверен, что учитывая, как эти парни умели подгонять камень к золоту... Нет, а их же наверняка ещё какой-то мастикой промазывали. Да, скорее всего. Это во-первых, а во-вторых, даже если там что-то протекало, то учитывая, как это всё круто выглядит, я могу с горкой себе... Пусть течёт, да, ничего страшного. Я могу себе с горкой вот так вот виляналить, пусть так течёт, в конце концов. Т.е. при этом вот эти леопарды или барсы, которые формируют декоративное окончание ручек, они были полностью бирюзой забиты. Вот эти вот ячеечки – это бирюза, т.е. они были... Это вот эти все камни крестьяне выковырнули, выкинули. Отлично. Слушай, ну хоть пожили, может, нормально там пожрали, гульнули. Т.е. все камни... Бирюза, она понятная синенькая дрянь какая-то выкинуть, красная – это просто стекло, стекло все видели, золото – это хорошо. Да. Молодцы. Вот это успели спасти. И есть второй кофар, чуть более комплектный, а там сохранились часть гранатов и часть бирюзы сохранилась. Он очень похожий, тоже гранёная чашка, тоже ручки с какими-то большими кошками, и вот кошки сохранили бирюзовые голубые вставки, и часть вставок сохранилась из граната. Т.е. выглядит это, конечно, просто невероятно круто, вообще невероятно. В Персии, в принципе, в это время там не сильно отставали, а, вот он, собственно говоря, вот он, однотипно сделанное. Вижу, да, кое-где остались камни. Вот тут и камушка кое-где есть, и бирюза кое-где сохранилась. Слушай, ну это прям уровень такой серьезной мануфактуры, т.е. это все пилить, полировать, отливать, вставлять, зажимать, это прям да. Ну там никаких вообще вариантов. И это, получается, тоже вот эти барбарикарии делали? Да. Охренеть просто, т.е. ну блин, грузины молодцы. Дали всем научиться. Ну там, говорю, к тому времени уж далеко не только одни грузины там работали. Причем это делал, естественно, не один мастер, это поточное производство, которое требует умений самых разных, один человек вот это все сделать не сможет, это должен быть один, который только пилит, другой только полирует, потому что там и объем работы огромный, это много народу работало. Ну и значит... Пилили-то как? Пилили медной пилочкой с абразивом каким-то. С песочком, как правило. Неделю сидишь, вот эту пластину пилишь, да. Судя по всему, такого рода предметы, опять же, происходили вот такая техника, она уникальна практически, её больше почти нигде нету, потому что если этот шампилевет, там понятна основа, сверху сетка, а под них заграны гранаты. Да-да-да-да. Прорезных, таких вещей сквозных, которые давали эффект стекла, прозрачного витража, их практически очень мало. Одно исключение – в кабинете медалей в Париже хранится вот такое блюдо Ахасрова I, персидского царя, понятное дело. Это вставки гранат, горный хрусталь. Это горный хрусталь, это не перламутр. А зелёный? Честно говоря, не знаю, что за зелёный камень, что за материал. Ну вообще, похоже на изумруд больше всего, потому что всякие эти самшиты и т.д. и т.п. они не прозрачные, а тут прозрачный какой-то. Изумруд, кстати, он поддаётся обработке легко, он мягкий. Ну да. Его можно было так попилить. Вот, собственно говоря, в центре портрет самого Ахасрова. Это какой век? Сейчас точно тебе года не скажу. Например? Хасров I – это IV век, но я только точно не помню, когда. Но вот, однако, посмотрите, имперского класса посуда – вот так она выглядела. Огонь. И учитывая, что даже вот от, пожалуйста, от Хасрова… Да, Хасров, понятное дело, это имелось в виду царь ещё неважно. Я к тому, что даже если у персидских шахеншаков вот у них такие блюда попадались редко, потому что если бы их было много, мы бы их в археологии часто видели, вот, видимо, это всё-таки было максимально дорогое, что может быть, просто в силу сложности работы. Но оно так и выглядит, как максимально дорогое. Просто в силу очень большой сложности работы. Опять же, есть идея, что с этого не ели, вот я уверен, что, конечно, ели. Потому, что как нам говорят про парадное оружие, говорят, что ну, посмотрите, шлем там весь в золоте, в драгоценных камнях, по нему растукнут, его как чинить-то дорого ж будет вообще, и жалко, и всё такое, поэтому это точно парадный шлем. Нет, конечно, ни в коем случае, всё это было абсолютной рабочей вещью, потому что это был способ показать себя кому-то богабынее. На войну одевали вообще самое лучшее. Во-первых, если тебя возьмут в плен, то, может быть, не убьют. Если к тебе приехали гости какие-нибудь, варвары, не варвары, соседи, которые тебя завидуют, ты будешь есть только из такого. Их кормить. Ещё, может быть, показательно, там, бросишь на пол, скажешь, всё, эта миска мне надоела, несите ногу. И кормить их из такого уже будешь, конечно. И кормить будешь, конечно, из такого. Чтобы они охренели. Да, естественно. Когда Остготский... Да, точно совершенно Остготский. Я постоянно пытаюсь путать Остготов и Вестготов. Нет, Вестготы – это которых в Испанию загнали. Остгота, которые были соседями гунов и византийцев. Вот когда Германарих оказался... Как раз это один из великих вождей Остготских оказался в Константинополе... Ну, вот его там нормально приняли, как только Костя описал, включая вот такую посуду и всё, что положено. Ну, и вот тогда, по свидетельству источников, Германарих сказал, что всё, что рассказывали о богах из огробной жизни, правда, потому что я это сам видел. Это как? А, в смысле, что он там побывал и говорит, что в раю так же? Да. Ну, потому что круче уже в принципе быть не может никак. То есть, а что тебе могут предложить такого, чтобы было ещё круче? Ничего. Всё. Поэтому рай выглядит так. Понятно. В принципе, вот это то, что нужно сказать в первом приближении о стилях и распространении вот этого гранатово-золотого стиля, который покрылся на невероятные просторы Евразии и который очень интересно зародился, интересно синтезировался и эволюционировал. Тут, конечно, нужно сказать в заключении, что сейчас в историографии всё чаще слышен очень интересный говорящий показательный термин, который называется гранатовая дипломатия. Это вот то, о чём я говорил, конкретно именно это. То есть, это, во-первых, дипломатия, связанная с добычей гранатов, потому что гранаты шли на совсем другую дипломатию. То есть, на царские подгоны варварским риксам для того, чтобы просто элементарно подкупать целые огромные регионы, которые должны были бы выступить в качестве противодействия другим огромным регионам, что вполне удачно получалось. Поэтому от непрерывного поступления альмандинов из Цейлона просто зависели судьбы империи фактически. Интересно, даже знаешь, что когда на Цейлон приплывали там «нам нужны гранаты», они там им продали 10 килограмм. Те приплывают на следующий год «нам нужно 100 килограмм ещё, потом там 500, тысячу». Интересно, что с ценами происходило. Они только росли, какие ещё варианты. Естественно, но зная ланкийцев, я очень плотно с ними работаю, цены должны были расти неимоверно, или на обмен им должны были что-то давать такое, что они отдавали, или угрожать расправой. Потому что ланкийцы – они люди простые, они если видят, что ты купил 100 килограмм, приехал хоть ещё 500, они скажут «так, цена выросла в 10 тысяч раз». Не будут смотреть, что ты скажешь в ответ. Там, я полагаю, опять же выстраивались дипломатические в первую очередь отношения, т.е. ты работал не с продавцом каким-то, потому что понятно, что один продавец тебе вот такого размера товара… Не-не-не, это весь остров работал на одну поставку, со всего острова собирали. И я вам скажу просто такой момент, что нет конкретного месторождения, неизвестно, где только красные гранаты, там будет процентов 70 бурых, процентов 5 красных, остальные розово-фиолетовые. И это всё не годится, а только вот эти 5 процентов с каждого месторождения собирали, они свозили их куда-то в одну точку, и дальше всё шло туда. Да, и ещё вопрос у меня, смотри, т.е. ланкийские товары в огромное количество… Это цейлонские в первую очередь. Ну, ланка цейлона – это же одно и то же. Да. Т.е. мы находим по всей Европе, а что меняли на обмен? Мы на челанке находим? Очень сложно сказать. Я, т.к. по-тамильски не читаю и вообще ни на таком языке, не читаю совершенно, я не знаю, что они им предлагали взамен, потому что, скорее всего, оружие возили, во-первых. Смотри, золото сто пудово у них из Индии шло дешевле, потому что просто дорога короче. Ну, во-первых, золото у них ещё и своё было. Своё ещё даже чуть-чуть есть, мало. Товары какие-то должны были быть. Слушай, и лён продавали точно совершенно в огромном количестве, потому что лён считался драгоценной тканью, а у нас этого лёна, лёна, его как грязи, он просто как сорняка растёт, ну, по сравнению с гранатами. Шерсть, возможно. Сукна возили, точно совершенно возили сукна. Вино. Вино, да, вино возили и оружие возили, потому что, казалось бы в Индии с оружием всё в порядке, а вот в Южной Индии со своим оружием всё сильно не так здорово, как в Северной. Плюс они всегда с Индией воевали. Естественно. Естественно. Это, во-первых. А во-вторых, всё-таки римское оружие – это высококлассный, профессионально производимый товар, который будет точно хороший, его все любили очень, поэтому оружие тоже возили. Инструменты. То же самое – железные, хорошие, качественные инструменты могли подгонять… могли подгонять рабов запросто совершенно, потому что, опять же, рабы всем нужны. Это такой ходовой товар, как сейчас доллар, и это ещё было точно так же в 7-ом, 8-ом, 9-ом, 10-ом веке. Ну, зерно, по-моему, там с едой и так всё в порядке. Я сильно сомневаюсь, что они еду туда поставляли. Хотя да. Наверное, что-то лишнего сказал. Римляне-то сами были заинтересованы в подвозе зерна откуда-то им, они его из Египта в промышленных масштабах вывозили. Да-да-да, точно. И это была огромная проблема ещё во времена этрусков, потому что этруски уже, хотя там население было гораздо меньше, менее сконцентрированы, да и жили-то они в очень благодатной местности, и всё равно они всё время где-то норовили купить эту самую пшеницу, хлебушек. Вот, собственно говоря, всё, что я хотел в первом приближении рассказать. Дальше, конечно, нужно уже идти по конкретным территориям, регионам смотреть, у меня есть ещё очень много чего рассказать про гранаты, и не только. Очень интересно. Я на самом деле считал, что то, что мы видим в Венделе и у англосаксов, это был уже пик, верх и потолок, и выше никто, а, оказывается, нет, теперь в Венделе всё выглядит какими-то... Поделочки. Не то, что там детские поделки, но намного ниже уровнем, круче вот этого я, кстати, не видел вообще ничего, даже не знал, что так делали тогда. То есть, если бы я увидел вот эту посуду, я бы подумал, что это век 17-ый где-то. Ну, я, конечно, не подумал бы, что это век 17-ый, но, конечно, она технологически сделана... То есть, это прямо мануфактурная вещь, именно производство, это не где-то один ювелир сел и сделал, это прямо организованная промышленность. Ну, конечно, промышленностью это трудно назвать, всё-таки это немножко не та эпоха, и термин не совсем верный. Ну да, это, во-первых, гигантские международные связи, потому что одно дело, когда у тебя вот тут под задницей всё есть, ты во двор вышел, тут у тебя из-под курицы гранатов накопал, тут соскоблил золото, и там вдвоём сын, жена и ты, и вот вы втроём это всё сели, сделали, всё готово. А тут, во-первых, вам нужно напрячь каких-то мореплавателей, купцов, ещё плюс морскую пехоту в охрану им дать. У вас должны быть связи с ланкийскими цейлонскими правителями, которые просто вам обеспечат поставку всего этого, потому что, опять же, бегать по всей ланке искать эти гранаты, ну это глупо, вас эти там там тамилы какие-то хлопнут. А она вся была разъединённая, там куча княжеств, с которыми с собой воевали, это кто-то один всё это собирал по заказу год, например, а потом они пыли забирали. Так и есть. То есть, это международные отношения внутри, племенные отношения на Цейлоне, дипломатические связи, может быть, опосредованно между Римом и Цейлоном, или по сухопутной дороге ещё сложнее, значит, что где-то на Ефрате, например, во времена, скажем, Амиана Марцеллина был специальный человек, который имел такие связи с местными купцами, что он мог объяснить им, сколько, какого качества им нужно камней через год получить, чтобы это всё пришло. Плюс ведь они же не одни покупали эти камни, ещё кое-кто их покупало, совершенно неизбежно. Это ещё получается такой момент, что анкийские гранаты их соединяли с румынским, это ж румынское золото, скорее всего, было, они же там были копии как раз. Египетское могло быть золото. Или египетское, чтобы подкупить германских варваров. Или гуннских варваров. Или гуннских, да. То есть, нужен потом был ещё один дипломат с отдельной охраной, чтобы они подъехали к этим самым лесным гуннам, этим Акачирам, Акачера, Акацирам. Очень круто. Ещё им подкупили. А что получается? Вот это натурально, Ланка, Египет, чья-то работа совершенно невероятная, которую научились делать когда-то давно в Грузии в таком стиле. Да, ещё грузинов переселили. Огонь. Слушай, ещё вопрос последний. Да. Вот Акачирам подарили вклад в этот, да? И говорят, смотрите, мы вам дарим, вы, пожалуйста, нас не трогайте. Они же начнут ещё сильнее трогать. Так они в силу того, что непосредственно с тобой не соприкасаются, а вот со своими степными братками соприкасаются и сильно их не любят, вот их они трогать будут, а тебя нет, потому что до вас далеко, а до братков близко. Ну смотри, они сходили, пограбили, в ответ приезжает там такой клад. Они такие, так если мы ещё их пограбим, они же нам ещё завезут. Так они, судя по всему, регулярно задаривали, просто мы вот один нашли. Это вообще огромный археологический вопрос – куда делать гуннское золото, которое Аттила вывез тупо из Восточной Римской империи, а это были десятки тонн в виде конкретно драгоценных изделий, монет и всего прочего. Вот где они в этой степи? Мы пока не можем просто… вот всё, что мы нашли, и если предположить, что сколько там ещё эти всякие крестьяне и прочее разворовали, и это всё просто погибло где-то, вот если собрать всё на куче… Крестьяне, конечно, огонь. Вот если собрать всё до кучи, это будет не более 10% того, что Аттила вывез. Ну понятно. Не более, скорее всего, сильно меньше. Я, честно говоря, думаю, 3-5% это будет до того, что Аттила вывез, потому что там ограбление было просто гипертотальное вообще, это всё оказалось там. И вот где оно это там? Потому, что я отлично понимаю, что часть 100% переплавили, просто потому что в знак победы. Понятно, что монета с профилем римского кесаря, а мы сейчас его расплавим и сделаем какую-то говёную поделку, мы молодцы. Это просто некий символ победы, условно говоря. Но всё равно масса высококлассных украшений, чудовищная масса, причём огромная, ну или украшений классом пониженного, всё равно хороших, они должны быть где-то похоронены, потому что… а куда они делись? Ну понятно, да. Они не могли пропасть совсем. Вот пока… Иначе бегли бы в других регионах арсёологи что-то нашли. Римские монеты в Камбодже, например. Так точно. Стали бы выкапывать, потому что оно бы стало где-то всплывать. Такие дорогие вещи стали бы кому-то дарить, продавать, подгонять. Их стали бы отнимать и прочее. Вот пока мы не можем сказать достовёрно, куда это всё спрятано. Или слухи о гуннском грабеже в Византии сильно преувеличены. Вот одно из двух. Но судя по количеству находок, там было что грабить. Да. Так точно. Очень интересно. Спасибо. Всё. Большое спасибо. Заходите на канал. До свидания. Счастливо. До свидания. До свидания.